Когда нарушена лимфатическая система, то она проявляется и в виде отеков, и в виде изменения интенсивности обмена веществ, и в виде воспалительных реакций. И мы это видим, потому что у нас меняется анатомия. Ну и существует, безусловно, много техник, которые говорят, нужно чистить лимфатическую систему. Так вот, стоит ли ее чистить? Друзья, это не очень эффективно, потому что если ее начать чистить, значит чистить ее придется постоянно. И дело в том, что с точки зрения химии тела у нас есть точки входа, которые контактируют с внешним миром, с внешней средой. Все это все слизистые оболочки, дыхательные, пищеварительные, мочеполовые системы. У нас есть уровень адаптации этих химических сигналов, которые попадают к нам, и этим занимается гормональная система. Так вот, когда дала сбой гормональной системы, и когда дала сбой на точке входа, химия тела, я имею в виду, слизистые, либо инфекция какая-то сидит, либо слизистые, неплотные, не структурированные, то есть нарушенные вот эти свои иммуны, которые обрабатывают сигнал, тогда у нас все падает на гормональную систему, когда ломается гормональная система, у нас яды попадают в лимфатическое русло, и вот в итоге мы получаем отеки. Поэтому чистить лимфу придется постоянно, вроде какой бы сигнал ни пришел, но есть возможность его выводить через лимфатическое русло. Но самым эффективным будет найти то место, откуда эти яды сыпятся. И это будет самый эффективный способ. Либо на точке входа инфекции слизистой, либо гормональная система дала сбой, и тогда гормональную систему надо подлечить быстро. У кого подобные проблемы, приходите на прием, вам будет интересно разобраться, что с вами происходит, откуда идет точка нарушения.